Для детей очень хорошее место, для рулеров. Здесь есть зона, где для пляжного волейбола спортивная площадка. Масштабная, грандиозная реконструкция. Отдайте нам губернатора Севастополя в Ялту. Да, пусть он наведет у нас порядок. Сейчас в районе улицы Корчагина находимся. Здесь совсем недавно вообще было ничего. А теперь, смотрите, какая шикарная площадка. То есть тут и спортивные есть снаряды, да, или как тренажеры. И специально для скейтеров. Здесь очень хорошее место, для рулеров. Вот дальше пойдем сейчас и посмотрим, что там за реконструкция. А, где на парк дальше. А здесь пока просто спортивный такой уголок. Нам в Ялте этого очень не хватает. Пожалуйста, сделайте детям такую зону для отдыха, для спортивных занятий. Видите, только плитку положили недавно. Пойдемте прогуляемся дальше. Женя, будем спрашивать мнение у детишек, нравится или нет. Я думаю, это очевидно. Это и так понятно. Дождь идет, а они тут, а они катаются, понимаете. То есть дети в дождь даже сюда приходят. Молодцы. Слушайте, а там сколько кранов всяких. Да, это же бухта. А здесь вот морпорт, камышовая бухта. Ну да, тут уже прям море. Раз, готово. В общем, тут даже уже вмонтировали систему полива. То есть тут будет озеленение, потом будет поливаться все. Чтобы было все красиво, зелено. В общем-то, уже поставили новые лавочки. Очень интересно. Смотрите, Севастополь с надписью. Круто. Здорово. Урны большие. Такая вот беседочка, да, под крышей. Можно спрятаться. Какое-то чумо уже обтерло ноги. Господи, ну какие же люди бывают, а. Смотри, система полива. О, да, смотрите, вот оно как выглядит под землей все. Все, давай, ты да. Пошли, Яна, посмотрим, что тут за грибочки. Старенькие еще грибочки. Вон, динозавр, да? Туда бежишь? А тут что за трофинки? Да, прикольно. Если тут сделать, будет супер. Я смотрю, это бесстыдница, походу. Только такая розовая, прям темная. Прям, у нас в Ялте они не такие, тут прям вот красная. Очень красивая. Вот не удивляйтесь, если какое-то место, которое вами любимое с детства, или, ну, вообще места какие-то обнесены забором, не удивляйтесь, потому что вот, пожалуйста, только сделали новый парк. Нет ни охраны, ни заборов, ни камеры. Его еще не доделали, но поставили новое. Уже поломали. Уже поломались. Обрисовано уже все. Ну ладно, обрисовано, но зачем ломать? Маск какой-то. Ой, привис. В общем, это Гагаринский район, тут уже новостроен, тут уже ближе к морю, и тут немножко подороже, чем, допустим, мы только что снимали, показывали вот эти дома. А тут, пожалуйста, тут разные тоже идут застройщики, вон Карбон, Парангон, все названы. Плюс будет тут большой динопарк, красивый, уже новый, обустроенный, в очень скором времени. А мы бежим дальше. В центре Гагаринского района памятник архитектурной, архитектурной, античности. Здесь когда-то стоял памятник Сагайдачному, его вывезли в Украину. Бухта Омега. Парк Победы. Он огромный. Сейчас занялись его полной реконструкцией. Снесли все лавочки. Масштабная, грандиозная реконструкция. Бухта Стрелецкая. Вот, вокруг нее дорога в ужасном состоянии. Вот, будут ее реконструировать. И тоже будет все замечательно. Вот-вот уже планируют это сделать. Улица Рыбачий Причал. Ну, теперь мы приехали на тот объект, на который хотели изначально приехать. Да. Я захочу на качелю, на качелю паутинку. Она круглая. Отлично. Давай будем заходить. Сейчас, папа, так тихо. Это самая любимая. Ход свободный. Водить надо за вход? Нет. Нет, не надо. Пойдемте посмотрим. Указатели, куда. Есть выход на пляж, спортивные площадки. Детская шикарная площадка. Смотровая. И она очень хочет. Сейчас идем. В общем, здесь вымастили и как-то плиточкой, да, и гравильные дорожки будут. Но еще до конца, кстати говоря, до конца не совсем доделано, потому что будут еще озеленять. То есть немножко позже, когда уже будет апрель-май, тут высадят еще, наверное, кустиков каких-нибудь красивых. Вот еще одно прекрасное место отдыха теперь для местных и для гостей города. Лавочки, кстати, прибитые к полу, к земле, к плитке, чтобы никто не утащил. Практически год шла реконструкция парка. И вот уже открыли его буквально совсем недавно. Сразу все бегом смотреть, да? Очень холодно. А еще около моря. Тут как раз выход к морю. Прямой выход. Ветер очень сильный дует. Я не пойду. Кто там? Ворона? Ой, собака бежит, остановитесь. Алло. Алло, Славик. Кто там? Это что вообще такое? Кто здесь живет? Самое главное, что здесь есть зона большая и детская, да? Где могут дети играться, там лазилки всякие, павильончик такой. Два причем. Здесь есть зона, где вот для пляжного волейбола спортивная площадка. По всему парку сделали новые фонари. Будет освещение, будет зона вай-фай. Везде осуществили зону полива. В стиле русских сказок фольклорная стилистика присутствует. Так, что можно, что нельзя. Шикарно для деток. С переливами камней горят прыжки, но нет, так что трудно не смотреть. Сейчас я... У меня уже аккумулятор разряжается. Самая крутая качеля. Хватит, она сейчас вылетит с нее, ты что? Может, я не дать камеру? Пусть с ней полетает. Так, вот там чуть дальше выход к морю. На пляж солнечный. Который оснастили новыми раздевалками. Кстати, а вот эта территория уже Херсонеса Таврического. Он совсем рядышком. Единственное, что непонятно, я не вижу туалетов. Там при входе была только одна маленькая синенькая кабинка, биотуалет. Но это не серьезно, потому что, ну, во-первых, большая территория парка. Очень будет много людей, очень гулять. Нужна здесь площадочка для выгула собак обязательно, потому что раньше сюда приходили, выгуливали собак. Но так как теперь все облагорожено и красиво сделано, надо сделать тут стандартную площадку для них и сделать специальные вот урночки с совочками, с пакетиками для уборки. И будет все туда вообще шикарно. А это, кстати, не оно? Нет. А это питающий пост. Может быть стоит сделать над некоторыми баночками небольшие навесы, потому что летом тут будет, летом тут будет сильная жара, тут будет солнце полить целый день и будет достаточно некомфортно ходить все время. В общем, пожарим, может кому-то напечь очень серьезно. У нас все в Ялте планируют. Помните, я в сквере говорила, с блуковой рощей будут переделывать? А тут уже поставили такие шахматные доски. Только шахмат нет пока. Друзья, пляж солнечный. Пляж солнечный, вот небольшой совсем такой мини-сектор. Тем не менее, сюда любят приходить. Тем более, очень хорошо можно будет поданиматься спортом, сделать рубежечку по красивому парку и плюхнуться в водичку. Да? Да. Прикольно, амфитеатр. Очень круто, можно садиться и смотреть, а кто-то может выступать. Да, кто-то выступать будет. Юль, смотри, кто приехал в гости. Уже туда перегородите полностью или как-то непонятно для чего. Вот это стекло это. Да, снизу поддувает, так хорошо. Да, если так, чтобы в ответ распрятаться, не спасает. Ну, а так, чтобы, ну, красиво, ну, не знаю. Да, тут можно пройти по тропочке, чик-чик-чик, выйти на проходной, зайти погулять по Херсонесу. Да, сюда. Расстроилась, что ли? Это песня, вот так живое, цветущее дерево, сейчас глядя взяли. Вроде, что-то вроде, не знаю, ласки, что тут поставили. Лаша, терпи, не могу, когда так нет. Неужели, что тут перемешало? Там помешало. Взяли вот и пересадили, если такое большое. Погуляли по всяким красивым местам сегодня в Севастополе. Будем надеяться, что вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайки, ведь каждый ваш лайк – это стимул для нашей лучшей работы, для нашего продвижения канала, для нашего роста. Спасибо всем, кто продвигает наш канал, да, делится с друзьями. Нам спокойно, конечно, вообще не повезло, очень холодно, сыро. Потом еще и пошел, типа, снег, ну, льдинки такие, да. Тем не менее, осторожно. Очень больно было, по лицу они били. Били, да, льдинки. Мы сюда вернемся, еще раз посмотрим обязательно, что еще нового тут происходит. Но это уже, когда будет, наверное, хорошая работа, да? Да, сегодня с нами вместе был севастопольский фотограф Алексей. Ссылку на его инстаграм оставим в описании к видео. Да, обязательно подписывайтесь, очень много красивых фоток, можно посмотреть. Да, души душевно, души. Из Крыма. Любовь. Пока, пока, пока. Из Севастополя нам нужно. А, из Севастополя. 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 Подпишись. Продолжение следует...